Давайте признаем, мы без ума от сериалов. Мы смотрим их, когда грустим, когда скучно, когда на улице плохая погода или когда у нас длинные выходные. Иногда мы смотрим их даже вместо того, чтобы спать. Настолько нам интересно. За последние десятилетия сериалы стали гигантской индустрией. Стоимость одного эпизода «Очень странных дел» составляет 30 миллионов долларов. Это в три раза больше, чем бюджеты скороносной драмы «Паразиты». Количество сериалов, которые выходят в эфир только в США, за последние десятилетия увеличилось в два раза. Теперь успешные сериалы дарят миру новых звезд. Вспомните Эмилию Кларк из «Игры престолов» или Бонедикта Камбербэтча из «Шерлока». Но и люди из большого кино с удовольствием идут в сериалы. Дэвид Финчер снимает пилотный эпизод «Карточного домика», а Паула Соррентино – «Молодого папу». Как же сериалу удалось проделать путь от низкого жанра к полноценному конкуренту кино? Давайте разберемся. А для этого сделаем сериал главным героем нашего видео, как если бы этот ролик сам был мини-сериалом. В этом видео мы будем много говорить о том, как сериалы перенимали опыт большого кино. А если вы тоже хотите узнать, как анализировать фильмы и сериалы, записывайтесь на наши курсы «Кино глазами режиссеров» и «Как смотреть кино». На этих курсах вы научитесь оценивать фильмы с точки зрения драматургии кадра работы актеров и сценаристов. И составите полное представление о культовых режиссерах от Феллини до Линча. Оформляйте подписку библиотека по ссылке в описании и получите доступ к этим и еще 50 записанным курсам от синхронизации. По промокоду ПУТЬГЕРОЯ на подписку действует скидка 60%. Ждем вас на курсах. И прежде чем начнем, поставьте лайк этому видео, сделайте репост и нажмите на колокольчик. Это поможет Ютубу понять, что мы друг другу нравимся. Знакомьтесь, сериал. Никто точно не знает, когда он родился, но произошло это на рубеже нулевых и десятых годов. Нет, не 21-го, а 20-го века. Вы, скорее всего, думали, что это молодой парень, но на самом деле он уже весьма умудренный жизнью. Итак, сериал только начинает свой жизненный путь. И помогает ему в этом старший брат. Кино. Да, сериалы в то время были не телевизионными, а киношными. Эпизоды длились от 10 до 20 минут, а сезон шел в кинотеатрах примерно по три месяца. И особенно активно с сериалом дружили немцы, французы и американцы. В каждой стране у сериала была своя эстетика. Например, французы любили снимать криминальные истории. Но в одном сериалы всех стран были схожи. Страсти в них кипели, а повороты заставляли зрителей вжиматься в стулья от напряжения. Иначе было сложно удержать публику в кинотеатрах на протяжении нескольких месяцев. Каждый эпизод заканчивался клиффхенгером, обрывом повествования на самом интересном месте. Люди уходили из кинотеатра в раздумьях, что же случилось с их любимым героем, и в нетерпении возвращались в зал через недельку-другую. Но давайте чуть остановимся на типичных сюжетах того времени. Вот, например, название американских сериалов начала прошлого века. Приключения Кэтлин, опасные похождения Полины, злоключения Хелен. Все это истории о скромных девушках, которых таинственные злодеи выманивали из уютных укрытий и увлекали в опасные авантюры. Звучит немного однообразно, правда? Вот и сериал в какой-то момент устает от такого однообразия. Столько лет одно и то же. Кончается уже пятое десятилетие 20 века. Сериал чувствует, что топчется на месте. Ему хочется большего, новых сюжетов, новых героев, новой аудитории. И он отправляется на поиски. Сериал обращает внимание на восходящую звезду и успешного бизнесмена – американский телевизор. Он появился на горизонте совсем недавно, на стыке 20-х и 30-х годов, но быстро завоевал популярность. Сериал мечтает стать таким же успешным, идет на встречу с телевизором и просит его поделиться опытом. Вместе сериал и телевизор придумывают новый жанр – мыльную оперу. Правда, так этот вид контента называли журналисты еще в 30-х годах, когда мыльные оперы шли по радио. А телевизор и сериал переносят этот формат на экран и создают телевизионный продукт для белых американок, которые в 50-х годах все время сидят дома. Что этим домохозяйкам больше всего нужно? Правильно, драма и бытовая химия. Поэтому в сериале им дают драму, а в перерывах между сценами – рекламу моющих средств. Так и возникает выражение, которое мы употребляем до сих пор. Мыльные оперы тут же становятся бешено популярными. Почему? Все просто. У мыльной оперы нет начала и конца. В ней сплетаются десятки историй, которые идут параллельно и заменяют друг друга. Поэтому при желании их можно снимать до бесконечности. Например, одну из самых первых мыльных опер «Путеводный свет» показывали по американскому телевидению с 1952 по 2009 годы. Чтобы растягивать повествование, сценаристы не стесняются даже самых дешевых ходов и приемов. Например, герой по имени Роджер из того же «Путеводного света» падал с обрыва, был застрелен женой и все равно не умер. А героя Си-Си в Санта-Барбаре играли аж шесть разных актеров. Все ради того, чтобы зритель не слезал с сюжетной иглы как можно дольше. Успех сериала настолько велик, что его замечают даже в Латинской Америке, и здесь он производит еще больше фурор. В 50-х и 60-х годах мексиканские, бразильские, аргентинские, венесуэльские телеканалы буквально кишат мыльными операми национального производства. Сериал латиноамериканского «Пошиба» отправляется даже в Россию, где становится хитом, а рабыня Изаура именем нарицательным. Итак, конец 80-х. Сериал распространил свое влияние почти на весь мир. О нем говорят, его смотрят, им интересуются, но есть кое-что, что его беспокоит. Несмотря на успех, его все еще не воспринимают всерьез. Теперь сериал популярен. Но уважают ли его? Известные актеры все еще не хотят с ним сотрудничать, кинорежиссеры относятся снисходительно, а сериалу хочется большего. Он стремится завоевать уважение, восхищение. Поэтому пока по всему миру гремели мыльные оперы, сериал потихоньку экспериментировал. Выпустил скетч-шоу «Летающий цирк Монти Пайтона», гротескную драму «Детективное агентство «Лунный свет» и фантастическую антологию «Сумеречная зона». Но их заметили только ценители. Настолько популярными, как мыльные оперы, эти проекты не стали. И все-таки сериал решается на еще один эксперимент. Он находит единственного кинорежиссера, который готов с ним сотрудничать – Дэвида Линча. Так появляется культовый «Твин Пикс». На волне популярности первого сезона почти сразу выходит второй. Но развязка не нравится многим зрителям, и популярность проекта стремительно падает. Кажется, эксперименты не помогают сериалу добиться мировой славы и всеобщего уважения. Он размышляет, зачитывается книгами по психологии и постепенно понимает, что не замечал огромного количества людей и ограничивался одинаковыми архетипами. Злодеи и герои, жертвы и агрессоры, преданные и предатели. Сериал начинает наблюдать за разными людьми и придумывать новые, близкие к жизни истории, в которых каждый мог бы увидеть себя. И одинокая журналистка из мегаполюса, и бедный студент из небольшого города, и уставший медбрат из общежития. Наконец, в 1994 году выходят «Друзья». Первый сезон ситкома смотрят больше 24 миллионов человек. Люди начинают говорить друг с другом фразами персонажей и обсуждают, на кого из легендарной шестерки они больше похожи. Откуда такой успех? Да просто проблемы и бытовые неурядицы, которые показывают в «Друзьях», да более знакомы каждому зрителю. Герои здесь совсем не похожи друг на друга. И именно поэтому каждый может найти свое отражение в ком-то из них. Следом за друзьями ситкомы начинают выходить буквально один за другим. Сериалу хочется повторить этот успех. Миллионы зрителей, которые никогда не интересовались медициной, влюбляются в добродушных героев клиники. Девушки со всего мира спорят, кто из них Миранда, а кто Саманта. Огромное количество людей видят свою повседневную жизнь в офисе и смеются от комичности корпоративной культуры. Наконец-то сериал чувствует себя душой компании, классным парнем, которого все любят и ждут на вечеринке. Но достаточно ли всего этого для того, чтобы оставить след в истории? Хочет ли сериал до конца жизни просто веселить людей? Нет. Ему важно менять их, заставлять думать и чувствовать. И кажется, он знает, кто может ему в этом помочь. Сериал обращается за помощью к кино. Старший брат говорит ему «Мои коронные приемы – это и есть твой рецепт успеха. Попробуй использовать несколько съемочных групп, привлекать кинорежиссеров и кинооператоров, стилизовать изображения под пленку, создавать более сложных персонажей, сделай ставку на аутсайдеров и мизантропов. У нас это отлично работает». Сериал прислушивается. Последний раз помощь знающего товарища привела его к огромному успеху. Теперь у него есть все для выхода на новый уровень. Мудрость и опыт кино, влияние и связи телевизора. На мировые экраны выходят во все тяжкие. Необычная история о том, как простой учитель химии начинает сбывать наркотические вещества и сам не замечает, как нарушает собственные моральные принципы. История тут же завоевывает бешеную популярность. Ее называют культовой, ей выдают престижные премии, а создатель Твин Пикса Дэвид Линч называет ее одной из своих самых любимых. Чем во все тяжкие принципиально отличаются от сюжетов старого образца? Здесь сериал следует совету своего брата, кино, создавая неоднозначных персонажей, аутсайдеров. Главный герой этой саги, Уолтер Уайт, это непривычный для телевизионной публики персонаж. Его невероятная трансформация, мастерски переданная актером Брайаном Крэнстоном, заставляет зрителя не отрываться от экрана все пять сезонов. Конечно, им это не впервой. Мыльные оперы длились гораздо дольше. Но здесь зрители едва ли не впервые задумываются об экзистенциальных вещах и задают себе вопросы. А что бы я сделал на его месте? Стоит ли благополучие семьи таких жертв? Может ли человек распоряжаться жизнью другого, даже если она обречена? После «Во все тяжкие» в жизни сериала начинается новая эра. Телевизор понимает, что его зрители готовы наблюдать за по-настоящему драматичными историями, углубляться в рефлексию и ломать голову над моральными дилеммами. А еще телевизор уже достаточно доверяет сериалу и готов инвестировать в него большие деньги. Так появляется невероятно дорогая «Игра престолов». Драматический сериал о вымышленном средневековье, который сломал все законы жанра фэнтези. Герои здесь не делятся на хороших и плохих. Счастливый финал случается далеко не всегда. Кровавые сцены не смягчаются, чтобы сберечь чувства зрителя, а сексуальные не романтизируются. Создатели этой истории откровенно показывают инцест, насилие, богохульство. В общем, нарушают миллион общественных табу. И люди смотрят на это не отрываясь. Кто бы мог подумать, что все это время они ждали спорных, неоднозначных и шокирующих историй, а не только расслабляющих ситкомов с хэппи-эндом. Черное зеркало, мост, острые козырьки – все эти шедевры с неоднозначными героями и драматичными линиями, только улучшают репутацию сериала. Теперь уже никто не считает его аутсайдером или шутом. Он и интеллектуал, и душа компании, и бизнесмен, и творец. Правда, молодежь смотрит телевизор все меньше и меньше, и сериал беспокоится, что успех вот-вот усколезнет из его рук. Внезапно к сериалу наведывается молодой, энергичный парень. Он представляется стримингом и рассказывает, как мечтает захватить рынки по всему миру, от Канады до Японии. Для этого стриминг хочет запустить конвейер по производству оригинального контента. Он предлагает сериалу большие деньги, новую модель, выпускать все эпизоды одним днем, а не томить зрителя в ожидании каждой новой серии. Взамен он обещает ему такую вечную славу, о которой сериал и мечтать не мог. Уже в 2013 году на свет появляется карточный домик, захватывающая политическая драма. Она дарит Нетфликсу легендарный звук из открывающей заставки и влюбляет в себя зрителя ярким приемом слома четвертой стены и неповторимым главным героем. А еще совершает революцию на рынке видеоконтента и открывает дорогу другим хитам. Сериалы Netflix переживают эйфорию, прямо как Хайзенберг и Джесси из «Во все тяжкие», когда у них получается найти идеальную формулу на кухне тесного трейлера. Все, чего касаются их руки, становятся золотом. Мир восхищается глубоким психологизмом Озарка, ностальгической атмосферой очень странных дел, злободневностью оранжевый хит сезона, реалистичностью короны и харизмой героев Нарка. А рискованный ход, который Netflix предложил сериалу, премьера всех серий в один день, только укрепляет любовь зрителей. Так возникает биндж-вотчинг, привычка смотреть сериал за поем, например, по целому сезону за одну ночь. Кстати, расскажите в комментариях, а у вас такое бывало? От какого сериала вы не могли оторваться? Тем временем сериал не прекращает дружбу и с товарищами из прошлого. Вместе с телевизором они тоже покоряют новые высоты. Например, в 2014 году выпускают настоящего детектива и совершают переворот в детективном жанре. Как им это удается? Настоящий детектив — это действительно авторский проект. Его создатель Ник Пиццалата — писатель, который всегда мечтал работать на телевидении. Он в одиночку написал все серии первого сезона и вложил в них всю свою душу и собственную любовь к нуарным сюжетам, пустынным пейзажам Луизианы и сложным героям. А еще «Настоящий детектив» — это один из первых сериалов, в котором главные роли играют уже очень успешные состоявшиеся актеры. С этого момента грани между кино и сериалом окончательно стираются. Большим артистам больше не стыдно играть в сериальных сагах. Даже наоборот, если бы не настоящий детектив, вряд ли годами позже мы бы увидели Кейт Уинслет в реалистичном образе уставшей жительницы американской глубинки, Николь Кидман в роли жертвы абьюза и Эми Адамс как главную героиню детективной драмы о дисфункциональной семье. Итак, сериал наконец становится не менее талантливым, чем его старший брат — кино. А благодаря сделке со стримингом не менее влиятельным, чем телевизор. Но может ли этот триумф длиться вечно? 2020 год. В мире наступает пандемия, и сериал чувствует себя королем. Люди целыми днями сидят дома, от скуки их спасают только сериалы. Они взахлеб смотрят Теда Ласса, Эмили в Париже, Ход королевы и нормальных людей. Но после карантина все меняется. Пресса пророчит сериалу и его друзьям мрачное будущее. Она трубит. Стриминги теряют подписчиков. Их рейтинговые проекты закончились, а делать новые они не умеют. Никто из молодого поколения не смотрит телевизор. Люди больше не ходят в кино. И в каком-то смысле это правда. Статистика посещения кинотеатров падает на треть. Люди просто не хотят тащиться в кинозал и тратить лишние деньги, когда каждые выходные их ждет новый классный мини-сериал на любимом стриминге. Кажется, у кино и телевизора действительно все плохо. Сериал решает, что на волне всеобщих неудач, его триумф закончится так же быстро, как начался и идет пожаловаться товарищам. Но кино и телевизор только усмехаются. Им пророчили скоро упадок уже десятки раз. Но люди все равно не прекратили их смотреть. Вот и сериал не перестанут. Периоды неудач бывают у всех. Главное не терять тех, кто рядом и продолжать делать свое дело хорошо и с любовью. Ну, а что будет дальше? Узнаем в следующих сериях. В этом ролике мы не упомянули огромное количество легендарных сериалов. Доктора Хаоса, Прослушку, Наследников. Пожалуйста, поделитесь с нами в комментариях, а какие сериалы сильнее всего повлияли на вас.